Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете все зависит от винта. Всем привет! Сегодня мы находимся на аэродроме Михеева, это Калужская область и это база сборной России по высшему пилотажу. Сюда нас приглашают пару раз в год, чтобы потренироваться. Это вещь, так сказать, для нас бесплатная, именно для тех, кто у нас выигрывает на национальных чемпионатах. То есть, если ты занял какое-то место определенное в первой тройке в чемпионате России, то ты можешь приехать на, так сказать, сборы или это кэмп, можно сказать, по-разному их называют. И тут ты тренируешься на особо интересном самолете. Сейчас я вам это покажу, ну и вы проведете весь день со мной, я вам немного расскажу эту нашу закрытую жизнь высшего пилотажа сборной России. Да, снова для нас это нужно всегда вставать в 6 утра. Как я уже говорил, почему-то каждый день обычный начинается на ютубе с 6 утра. Поэтому в 6 утра встаем, берем все наши основные принадлежности. Это наша полетная карта на сегодня, или, так сказать, мартышка, как ее называют пилоты. Вот сегодня будем тренироваться. Наушнички. Ну, мои стандартные наушнички, они слегка грязные, но это нормально, это не мешает делать так, чтобы летать очень круто. Ну и кепочка, конечно же, которую вы можете приобрести по ссылке в описании и поддержать нас. Так что, да, вот такой вот номерок на аэродромчике. В принципе, вон картина. Летают интересные самолеты. Все как надо. В общем, погнали одеваться, кушать и летать. Так, ну что, друзья, в общем-то, завтрак с авиационными байками и медицинскими справками закончен. Сейчас плавненько двигаемся к самолету, чтобы осмотреть его, подготовить, поставить камеры. Ну, а пока идем, расскажу немножко про аэродром, на котором мы находимся. Аэродром это в Калуге находится, как я уже говорил. Здесь в большей степени занимаются высшим пилотажом. Хозяин здесь довольно известный товарищ. В стране у него есть немножечко денег. И вот он сделал специальный аэродром для высшего пилотажа. Он тоже занимается самолетами, летает. У него есть вертолет. Ну и вот он прилетает сюда из Москвы, чтобы погонять на своем самолете, потренироваться, так сказать. Неизвестно, конечно, к соревнованиям он никаким не готовится, он не находится в сборной, просто это его. А вот, в принципе, ангарчики. Аэромакс, все дела. Вот, значит, ангарчик с самолетами. Тут вот стоят две экстры, LX и одноместная. Вот у нас Су-31, который был притащен, привезен из Африки. Сейчас он без двигателя находится, ну, на капремонте. И вот винтик. Ну, в общем, делается все. Вот примерно вот так вот выглядит Су-31 без двигателя. И вот еще одна экстра, которая находится на ремонте. В принципе, самолет летающий, ну вот, так сказать, починиться. Особенность этого ангара, что здесь вот есть эти, видите, птички, птички. Загаживают они весь самолет, если он будет без чехла за одну ночь. В принципе, дневная стоянка тоже, они устраивают бомбардировку вот этих самолетов за 500 тысяч долларов. В общем-то, да. Летать мы сегодня будем вот на вот этом. Вот это 1569 Гольф, частный самолет. Вот сборная России дает нам их попользоваться. Сейчас поглядим, не загажено ли крыло. И потом начнем подчищать всю эту историю. Летаем на авиационном масле. Это Аэрошел. Одна бочка стоит, ну, в районе 380 тысяч рублей. Так что, да, Аэрошел. Что ж вы творите? Да, это самолет Экстра ЛХ. Один из самых лучших пилотажных самолетов. Конечно, по сравнению с Су-31, это, ну, находится на уровне. Тот же уровень, что и у Су-31. Мы летаем с двойной кабиной. В передней кабине сидит инструктор. И сзади сижу я. В принципе, то же самое. Летать я сегодня буду с абсолютным, трехкратным абсолютным чемпионом мира Михаилом Владимировичем Мамистовым. Вот он как бы будет учить меня. Вы увидите, как жестко, какие жесткие тренировки здесь проходят. Ну и как меня, так сказать, обучают. Комфортно видели, чтобы недалеко, не близко, по высоте, все. И ты должен удержать. Тебе сюда несет, а ты на каждой фигурочке, раз подкашиваешь, уголок вставишь. Как честно, пионер там ровно, а тебя там несет ни хрена. Раз, против Петра. Вот эти косячки 5-10 градусов, они не видны абсолютно. Зато раз, что-то отвращал, бах, вышел. Вот ты и отыграл. И чинайся. Раз, уголочек вверх. Тоже можно по-честному поставить, пока ты накрутил, тебя унесло. А ты раз, чуть-чуть закосил туда. Лайфхак. Слушай, иногда в ангарах, особенно в зарубежных, там самолеты. А давайте, может, он туда, пластом. Потому что, если что, и можно будет лопестричество подключить. Радиостанция нормальная? Частота правильная? Да, да, да. 1969 готов, предварительный. 1969 занимаетесь, предварительный. Занимаю 1969. 1569, следующий раз. А, 1269. А, 1269. А, да. Я смотрю на синюю. Ставлю на 500. Переворачиваюсь. Да, да. Начинаем взлетать. Ну, не получается. Оказалось, поплавок набрал воды. И в процессе набора, то есть, он воду, ну, прям набирает. Ну, и дед ему говорит, типа, блин, слушай, чувак, давай, выходи. Ну, вроде как, подожди меня здесь. Там какой-то островок. Типа, типа, подожди, сейчас мне надо, ну, я пока еще шанс есть, я хотя бы один, типа, попробую взлететь и улететь. Ты здесь, типа, оставайся. Костян, мне сказали, говорит, я вышел. Чувак, говорит, развеешь, улетел. Я, говорит, стою такой, а, ну, я тут где-то, ну, только ты, это, аккуратно тут, крокодил. Теперь полбочечки делаем и добьемся так в обратный полет, да, чтобы высотомер тоже не полз вверх. Чуть-чуть повыше, наверное, надо. Вот даже чуть-чуть, вот я бы вот так вот был запасиком немножко. Ага. То есть, в это положение мы переворачиваемся. То есть, когда делаем бочку, мы должны видеть капот именно в этом положении. Тогда все хорошо. И когда четыре четверти, например, мы раз, на первом же ноже, на эту точечку. Потом относительно ее вращаем, потом третья, а потом уже опускаем. Ага. Ну что, разомнемся? Да. Разгоняемся, сначала проверяем тренировочку, каждый полетик, мало ли кто нам. Ага. Потом петля 8 восьмых наверху. Ага. Нормально. Поехал. Далее сразу, два, два, три, четыре, пять, шесть, четыре, восемь, восемь. Ага. Давай раздвук сделай, посмотри, у тебя четвертая, пятая практически в горизонте. Вот получше будет, значит, пошли давай вместе. Пошел, 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 поплавнее. И вот посмотри, значит, первая, вторая, третья, смотри, как высоко четвертая, переломили, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Видел, да, от четвертая до пятая, вот так же сделаешь. Ага. То есть четвертая у нас выше горизонта, пока стоим на пауде переломом, и пятая уже на стяжении. И чуть-чуть получше начнем. Ага, вот и пошел. Раз, два, три. Переломчик. Пять. Отлично, молодец. Чуть на себя, чуть на себя. Ага. Ну что, полупетля, посмотришь, топорных. Давай. Давайте направо яйцо. Ясен, пей. Направо. Ага. Отлично. И влево две элеронных каких-нибудь. Ага. Низковато. Капот в обратном, видишь, да, как низковато. Ага. Давай набираем высоту. Капотик в обратном, выше. Ага. Выше. Оп. И пошли от себя. И на верхушке. Давай, давай, давай. Восемь, восьмых пишем. Начнем прямой. Полный, 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 полный. Сорок пять. Пошел, восьмушка. Раз. Два. Рано прибрал. Три. Четыре. А вот здесь прибираем. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Элеронная половиночка. А, половина. Ага. Хорошо. Полторы бочечки. Оп. Ага, пошел, пошел. Пошел, 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 пошел. Давай, 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 давай. Чтобы вынести скорость. Вот, 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 поплавнее. И четкий пошел. Раз. Два. Полный газ. Три. А вот здесь прибираем. Вниз. 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 Ага. Или элеронная половиночка. Ну что, молодец. Молодец. На ста километров в час энергично от себя на площадочку. Ага, ждем сотенку. Ждем. 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 Энергично. Ждем, ждем, ждем. А здесь прибираем. Повыше капотик. Два. Три. На К. И уборка. И ручка в нейтрале. И на аэродром. Оп. Молодец. Влево чекушечку давай сделаем. Хорошо. Теперь вправо то же самое. Тоже остановка на аэродром будет. Вправо с газиком половинным будет. Значит, рано не прибирай газик. Газик мы прибираем, когда уже подходим к положению капота. Пошел от тебя. Полный, 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 полный. А вот здесь прибираем. Раз, два, три. Правая уборка. Вот половинка, половинка. Так вот тут, да? Ага. Значит, смотри. Чуть-чуть. Давай развернемся вправо. Я тебе расскажу. Влево. Хорошо. Ногой поднимаем. Видишь, как высоко? Вот. Здесь правая уже. Ручечка на себя. Вытяк выше, выше, выше. Здесь уже левая. Ага. Продолжай. Левая, левая, левая. От тебя. От тебя выше. Выше, выше, выше. 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 Ручка. Ага. Ну что, на посадочку? Давай. Снижаемся. И вон туда, к тому второму озеру направление берем. Вот так. Разумно. Все хорошо. Левая ножка. Да, правильно дал. Ага. Да. Отлично. И дай покажу. Вот так вот можно держать. Вот так вот. Чтобы видеть. Видишь? Ниже уже не надо. А так. И вот держим, держим. А. И когда динамики нет, уже все. Ручку за нейтраличку на себя. И здесь уже слабенько. Можно притормаживать. Вон у нас еще 100 метров есть. Ага. Так, чтобы тормоза не жечь, чтобы спокойненько. Ну что, молодец. Спасибо. Ну что, друзья. Сделал я первый взлет. Все прошло нормально. Даже вроде как у меня хорошо получались штопорные вращения. В общем, Михаил Владимирович порадовал меня, что у меня все нормально получается. Да и я, в принципе, сам это все дело видел. А сейчас, да. Уже переоделся. Вот чуть-чуть подотдохнул около часа. И вот с вами вышел на связь. Сейчас, в общем-то, пойдем покушаем. Немножечко разберем полет к следующему. Я перекачаю все видео. Ну и дальше полетим на второй взлет. Сегодня планируется всего три вылета. И, да. Три вылета обычно это максимум для таких полетов. Три вылета по 20 минут мы летаем. Ну, как сказать. Тяжело это или нет. Можете посмотреть. Можете понять сами. Ну, а для меня это такое. После первого вылета всегда состояние хорошее. Такое приподнятое. Когда у тебя все хорошо получается. После второго всегда чуть хуже. На третьем, ну, чуть получше всегда. Это вот в стандарте оно так получается. Да, кстати говоря, что я еще хотел сказать. Вот немного в сравнении с самолетами Як-52, Су-31. Ну и остальными, которые вы видели у меня на канале. Вот я не знаю, как это видно с камеры, не видно. Но по чувствам, вот, Экстра, LX, это такая... Что-то между... Вот совсем не похоже на Як-52. Потому что она намного легче. Как Су-31, как Су-29, Су-26. У нее очень быстрое вращение. Очень легко ей управлять. Если яком, то ты управляешь как будто бы на тракторе. Тебе нужно двумя руками всю силу прикладывать. То на Экстре ты можешь вращать одной. Соответственно, штопорные мы двумя делаем. Но в чем различие между Су-31? Это то, что сучок вращается быстрее. Но он как бы... Остановить его очень тяжело. Нужно всегда очень тонко чувствовать самолет. Потому что если ты его очень быстро раскрутил. То остановить его именно точно, четко, в определенный градус. Это прям нужно потрудиться. В этом плане Экстра чем-то похоже на Як-52. Потому что Як тоже можно легко остановить в определенное нужное место. Это вот как бы такой момент. Конечно, дорабатывают самолеты сухого, чтобы они останавливались более жестче. Но это как бы уже другой вопрос ситуации. Но, конечно, сидеть в Экстре это самое неприятное, что только есть. Потому что сидение сделано, ну я не знаю, для Сергея Гурова. Кто его знает, это огромный товарищ. Там, чтобы куда ноги засовывать. А так, ну давит очень сильно на икры. И потом они после полета болят. Но я сейчас чуть-чуть поближе пододвинулся. Мне стало полегче летать, управлять. Ну и меньше ноги болят. Поэтому, да, такая вот вещь. В общем-то, сейчас пойдем покушаем. Посмотрим, что будет дальше. Может, пообщаемся с кем-то. А потом немного пройдемся по аэродрому. Я вам покажу, что здесь вообще происходит. Да, друзья, вот вещь какая, что каждый аэродром это чем-то отличается. Вот каждый владелец своего аэродрома хочет сделать так, чтобы его аэродром каким-то образом стал его бизнесом. Конечно, это сделать очень трудно. Но товарищ, который сделал аэродром Михеева, он как бы очень близок к этому. Вот, например, сзади у нас это такие так называемые глэмпинги. Вот тут 4 штуки стоят, и еще там сзади штука около... Ну, наверное, штук 10 сзади стоит. В общем-то, вот он планирует перейти в такой образ, как туризм. Я думаю, что он хочет, чтобы сюда прилетали со всей страны. И вот ночевали в его домиках, летали на спортивных самолетах. Ну и так, как бы, именно вот этим, чтобы развивался аэродром. Я не знаю, может быть, здесь еще какие-то дополнительные активности будут. Потому что вон там была табличка, что здесь озеро где-то есть. Возможно, вон там будут купаться. Ну вот сзади, например, меня это баня. Вон там чан сзади стоит, как делают в модных глэмпингах. Поэтому, ну, дай бог, чтобы этот аэродром существовал и как бы только улучшался. Потому что чем больше таких мест модных... Потому что сейчас люди любят, когда модно очень. Ну вот такие глэмпинги, это вещь хорошая. Поэтому возьмем на заметку, сделаем наборовой туристический глэмпинг. Ну и технологии. Как вообще думаете, скоро ли человек будет летать так в массовом варианте? То есть мы постоянно будем летать не на самолетах, а на квадрокоптерах. По моему мнению, что это должно произойти уже очень скоро. Друзья, ну а вообще хотел вам немножко рассказать по поводу того, как это все проходит, за какой счет. Ну вот вы помните, я вам говорил, что нас никто никак не поддерживает. На самом деле, в какой-то степени, ну, есть вот такие вот хотя бы места, как сборная России. Если ты побеждаешь на сборной, на каком-то из национальных чемпионатов, то тебе дается вот эти вот бесплатные часы полетов на экстре. Вот которые находятся здесь, экстра, на которые мы летаем 1569, это вот экстра местного аэроклуба, который здесь находится в Михеево. Вот они сдают в аренду как бы сборной России. А сборная России получает деньги от Министерства спорта. И в итоге вот мы летаем на этих прекрасных самолетах. Поэтому если говорить, что мы никаких плюсов не получаем, то это не так. Вот на самом деле есть определенный плюс, что можно полетать на очень хорошем самолете. Соответственно, не у всех есть возможность летать на экстрах. Поэтому слетать на таком самолете здесь, это дорогого стоит. Ну, сразу же можно понять, что выиграть, например, чемпионат России по адвансу, это совсем непростая задача. И сделать это нужно еще постараться и потратить намного больше денег, чтобы победить. Поэтому добираются здесь уже и летают здесь уже те, кто умеют летать на самолетах. Поэтому обычному человеку так просто приехать сюда и полетать, конечно же, можно, но придется заплатить определенные деньги. Интересно, сколько сейчас стоит аренда экстра? Я, конечно, здесь не знаю, мы бесплатно летаем. Но, я думаю, около 40-50 тысяч рублей где-то в этом районе стоит вот полетать на экстре. Ну, плюс с таким инструктором титулованным это отдельный момент. Поэтому сейчас пойдем и будем выжимать все, что возможно из этого дня и полетов в сборной России. Самолетик прилетел. Идем на второй вылет. Ну, температура сейчас около 26 градусов. В самолете пекло то еще, но это нормально. Лучше, чем в Сургуте, когда у тебя минус 2 градуса в начале июня. Поэтому все нормально. Наслаждаемся жарой. Лучше липнуть, чем звенеть, как говорил Геннадий Иванович. А в Сургуте снег. Да, я уже сказал, да. Ну, как? Ну, все, помнят. Видишь, руки помнят, мозг не помнят. Как будто вчера летала на чемпионате. Не прибедняйся, Миша весь по туле. Михаил Владимирович, как всегда. Да, я весь мокрый. А на, там что парны, туда-сюда. Возьем-ка я по комнате, да? 15.69, взлету готов. На тычке, зона. 15.69, взлетайте. Взлетай, 15.69. Взлетай. Переворачивай. Да, да. Поехали. 1 2 3 4 5 6 7 8. Полупетля 1,5 штабарных. И две элеронных влево. Опустил. На подзрывах видишь как? Давай влево элеронные позамедленнее сделаем. Не торопясь. Правая, правая от себя. Низко. Давай медленно сделаем. Выше, 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 выше. Вот так. И уже на себя ручку. Когда от себя в этом ноже стоишь, не надо от себя давить. Надо даже на себя после ножа. После второго. Давай замедленно еще раз влево сделаем. Это важный момент. Особенно если быстро вращать. Давай замедленно. Правая, 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 правая. Левая на себя, на себя, на себя. Чувствуешь мне приходится это самое, да? Давай вместе сделаем. Вот смотри, чуть правая, чуть-чуть от себя. Левая и даже на себя. На себя подтягиваем, чтобы он не уходил в сторону. Ну давай еще разочек. Медленными. Правая, чуть от себя. Левая и на себя, на себя, на себя. Вот. Только уже высоковато. Капотик, разрешай ему опускаться. Так, слева чего-то у тебя пока не идеально, скажем так, получается. Еще разочек сделаешь? Ага. Давай. Без лишней необходимости там ни ноги больше надо, ни ручки. Ага. Чуть-чуть от себя. И чуть-чуть ножки. Чуть-чуть ножки. О! Вот хорошо. Двойную давай. Молодец. Сейчас отлично было. Правая, чуть-чуть от себя. Чуть-чуть ножки. На себя, на себя, на себя. Ага. Продолжаем. Правая, чуть-чуть от себя. Левая чуть-чуть. Ага. Вот от себя задавил. Видишь как? Левой ноги до хрена дал. Значит, на втором ноже у нас же капот опускается. Нам много ноги не надо. Нам чуть-чуть его чисто обозначить. Ну ладно, следующий раз повтори. Или еще разочек сделаешь? Ну давайте еще раз. Давай. Левые ножки потом чуть-чуть совсем. Ага. И здесь чуть-чуть ноги. Чуть-чуть на себя, на себя ручку. Вот. Ага. Левые ноги чуть-чуть и на себя, на себя, на себя. Вот. И ножки многовато даешь. Хорошо. Ага. Полный, полный, полный. Прибрали. Два. Три. Правая. Ага. Половинка. Половинка. И четыр... Вот и направление на аэродром. Хорошо. Ага. Четверть справа давай. Четверть справа. Ага. Теперь с левой ногой то же самое. Поехали. Скорость. Маргал. Два. Три. Вот. Половинка. Половинка. И четвертинка. Вот так. Хорошо, да. Хорошо. Давай развернемся в квадратик. Да. Ага. Так. Подустал. Нормально? Чуть-чуть. Ага. Ну давай что-нибудь такое физически не напряженное. Давай колокольчики поделаем. То есть такие мягенькие движения. Давай сначала просто без вращения. Или сразу с бочкой. Как тебе? Давайте стратус. Давай. Давай бочечку вверх. Раз. Два. Бочка. Ага. 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 Левое крылышко чуть-чуть повыше держим. Ждем. Да. Ножки не просятся. Ага. Левое. Правое. Левое. Ага. 1569. Освободил зону снижения. 1569. Снижение заход. Разрешили. Нормально. Ага. О, это пол полосы. Если мы на большой скорости, да, вот эту петлю, а ему еще по ветру, да, радиус такой большой будет достаточно. Наше дело вот этот радиусочек поменьше сделать. Это намного проще будет сделать, если мы на маленькой скорости. Ага. Разумно маленький. Никто не говорит про 200-220, да. Но такую, чтобы здесь энергично заходить. И здесь четыре чем-то вписать. И здесь тоже самое. Коли мы на небольшой скорости, чтобы выйти на ту же самую высоту, то и здесь будет небольшая. То есть вкусность в начале и вкусность в конце, в плане головы, да. Ну раз уж такую дебиленную фигуру ставили, надо вот. Поэтому давай посмотрим по комфортности в следующий раз. Например, 250 эта фигурка сделается. Вот. Тем более самолет энерго вооруженным. И четыре четверти. Хорошо впишем здесь это самое. Посмотрим, когда сам будешь летать уже по геометрии. Но пока вот за ориентир возьмем 10-70, насколько он там управляемый будет. Вот. Что касается по этой фигурке. Состояние прям, да, потрепался, так сказать. 25 минут трепа. Надо поспать. Так и десять. Понимаешь?